Итак, всем еще раз добрый вечер. У нас сегодня с вами наш небольшой такой урок по переговорам, по манипуляциям в переговорах. И вы знаете, тема на самом деле такая непростая, тем более если говорить про этику, но это чуть попозже мы с вами обязательно пройдем. Итак, меня зовут Шульга Елена Александровна. Я преподаватель центра специалист. Большие три направления. Management of skills, андрогогика и все остальные регалии тоже написаны. И я вижу знакомые фамилии, знакомые имена. Спасибо большое за приверженность, за доверие. Это правда очень ценно. И вы знаете, с точки зрения переговорного процесса, у меня лично эта песня уже очень-очень длительная, потому что я в бизнесе достаточно давно. И так случилось, что по окончании первого курса пришлось уже заниматься собственным бизнесом. И я знаю, что такое переговоры и в 90-х годах. С такими манипуляциями сейчас уже я в общем-то не вижу, чтобы сталкивались люди, но такой опыт у меня тоже был. Конечно, сейчас с точки зрения этики ведения переговоров все у многих выровнялось. Не у всех, правда, потому что есть и курсы у нас по жестким переговорам. Я вижу запросы, которые прилетают и в соцсетях, какие кейсы бывают. Давайте сегодня попробуем разобраться все-таки в этой теме хотя бы отчасти, для того, чтобы было какое-то свое понимание, как реагировать и можно ли это использовать в обратную сторону. Итак, наверное, если будут какие-то вопросы по мне, можете в чате писать, я там в процессе буду отвечать, или сделаем серию вопросов-ответов в конце, как я обычно предлагаю сделать, для того, чтобы весь контент успеть вам рассказать. Потом я обычно делаю 5-10 минут ответы на вопросы, поэтому можете их готовить, так скажем, вопросы заранее. Ну, просто завершая про себя, образований у меня несколько. Одно из таких последних, не знаю уж совсем последних будут или крайние, как сейчас модно говорить, это психологическое образование. И именно оно мне очень хорошо помогло разобраться даже в тех переговорах, которые прошли давно, и я там была неуспешна. Ну, то есть вот рефлексируя на тему переговоров, даже сама как переговорщик, в общем-то, именно такие психологические аспекты порой помогают разобраться, а почему вот так, почему так человек со мной поступил, или почему я вот так ему ответила. И это правда дает возможность такого сначала понимания всего этого процесса переговорного, потому что мы переговоры ведем от самого рождения, там, вот начиная с переговора с мамой, отпусти меня погулять, или я эту кашу не буду, попробуй убеди меня, что я кашу эту не буду, да. Ну, просто вспомните, какие переговоры вы вели, когда были совсем маленькими, и какие сейчас, может быть, у кого-то это между двух государств даже переговоры, а может быть, у кого-то это на миллиарды долларов, да, то есть это могут быть очень серьезные переговоры, но, правда, скажу, что даже когда ты переговоры ведешь с учительницей своего ребенка, вот тут скоро 1 сентября, и он вам говорит, что у вашего ребенка не та прическа, не соответствует неким нормативам, вы в любом случае вынуждены будете переходить формат переговоров и с этой учительницей, причем у вас там еще и есть третий человек, ваш, например, ребенок. И, конечно, я представляю, поскольку центр специалист, мы в ноябре будем праздновать 30 лет, как центр наш существует, и вы видите цифры, достаточно большое количество людей нас уже знают на разных континентах, и я пока еще идет конкурс, я просто вам про него напомню, если вы у нас уже учились, то у вас есть возможность выиграть сертификат на обучение, это крупные достаточно суммы денег, может быть, вот, поэтому, пожалуйста, можно записать видео поздравления, если вы наши уже выпускники, то можете получить сертификат на сумму 10 тысяч рублей, и, пожалуйста, только это должна быть правда, да, у многих есть, как это говорят, рояль в кустах, есть какие-то успешные кейсы, что вам помогло в работе или в жизни, какие знания, то вы можете еще и за это получить, соответственно, вознаграждение. Итак, если говорить про наши гарантии, все прописано, сразу скажу, не буду много перечислять, то есть те, кто у нас еще не учился, чтобы вы понимали, есть договор, у нас есть лицензия, поэтому все гарантии качества соблюдены, если вы хотите выбрать какое-то свое расписание, тоже можете его выбрать, у нас есть и утренние, и вечерние, и дневные, и выходные, и в будние, мне кажется, у нас есть все форматы, которые только можно придумать, вот, поэтому выбирайте себе на вкус. Итак, такая у нас повестка. Повестка, которую я хотела бы в рамках этой темы, тема большая, мы за короткое время можем взять только небольшой кусочек, поэтому рассмотрим ключевые паттерны поведения в переговорах и как не поддаваться манипуляциям, управлять своими эмоциями, но на самом деле, сразу так предвосхищаю, спойлер такой, чтобы управлять эмоциями своими в формате манипуляций, надо их видеть, и затем уже тогда вы сможете с этим справиться. Итак, более подробно есть курс у нас эффективной переговоры, который стартует 4 сентября, вот уже в эту субботу, есть еще жесткий переговор управления конфликтами, противодействия манипуляциям, это такие смежные темы, где тоже можно себе рассмотреть самые интересные варианты. Итак, поехали в ключевые паттерны поведения в переговорах, и у меня, наверное, к вам в первую очередь такой вопрос, знаете ли вы, что такое паттерн? Вот прям, если кто-то знает, ставьте плюсики, если не знаете, минус, потому что часто в переговорном процессе используют это слово, но не все это понимают. Да, совершенно верно, это шаблон сценария поведения, прям вот так и переводится, от английского это шаблон, некая модель, если говорить про психологию, а все-таки переговоры, они у нас базируются на психологическом аспекте, это шаблон реакции человека, то есть наши привычки, это некая система, наши стереотипы, это входит в нашу метапрограмму, в наши стереотипные какие-то действия, и нас легко предсказать. В жизни реально мы используем постоянно эти привычки, они нам помогают упростить жизнь. Ну, то есть, например, ты едешь за рулем на автомате, я имею в виду на автомате мысленно, да, не в смысле коробка передач, и ты даже не видишь, что там происходит, параллельно, может быть, там разговоры по телефону какие-то разговаривал, или слушал музыку, или аудиокнигу, то есть нам позволяет в единицу времени сделать чего-то больше, то есть фактически не мозг управляет человеком, а тело управляет этим человеком, да, потому что он делает это на автомате, у нас есть такие механические привычки, которые делаем на автомате. Паттерны, правда, реально бывают разные, они могут быть чисто про поведение, человек ведет себя в определенных обстоятельствах по какому-то сценарию, по которому он привык. Бывают мыслительные, то есть это то, что мы чаще всего у себя гоняем в голове, то есть есть люди, которые больше позитивщики, а есть наоборот, которые как бы чего ни случилось, да, то есть мы все разные, бывают паттерны языковые, то есть человек привык называть, ну иногда даже говорят, я называю вещи своими именами, своими именами в рамках его головы, то есть вот у него в голове эта вещь называется вот так. Знаете, как у меня, например, все, что касается любой техники, когда-то сформировалась привычка называть это шайтан-машина. Я знаю, как она называется, ну шайтан-машина как-то веселее и как-то все начинают улыбаться. Ну вот он шаблон поведения, я понимаю, как он влияет на всех остальных, и поэтому в переговорном процессе я могу это употреблять, и совершенно нормально для установки контакта можно это использовать. Ну и вообще коммуникативные, то есть как люди привыкли. Чаще всего, конечно, в переговорном процессе нас интересует это поведенческие и коммуникативные. Иногда мы в конфликты входим именно из-за языковых, потому что мы называем одни и те же вещи разными словами. Просто у одного это вот так, а у другого это как-то эдак. И откуда вообще паттерны берутся? Сразу скажу, вообще все вопросы к нашему детству. Все берется из детства, есть такая поговорка, да, с кем поведешься, от того и наберешься. Мы просто привыкаем повторять то, что видим. То есть как вели себя наши родители в каком-то переговорном процессе друг с другом, как они решали вопросы. Мы это просто копируем. У нас есть в голове зеркальные нейроны, у нас великолепно, особенно у детей, когда кровообращение головного мозга на высоком уровне, мы просто это копируем. Поэтому заметьте, вот те, кто взрослые люди, заметьте, как происходит вот эта история про то, что ты просто очень-очень сильно похож, даже иногда интонационно, например, на своих родителей. То есть ты говоришь какую-то фразу, думаешь, ой, я уже это где-то слышал, какой-то дежавю. Так вот, если говорить про паттерны, почему я с них-то начала говорить? Дело в том, что когда мы знаем паттерны свои и когда мы знаем паттерны тех людей, с которыми мы ведем переговоры, нам гораздо быстрее, да, это же привычка, мы можем гораздо быстрее с этим людьми взаимодействовать. Ну, наверняка, давайте вы сейчас просто представите ситуацию, что наверняка каждый из вас либо это владелец бизнеса, либо наемный сотрудник, да, у каждого есть какая-то роль в зарабатывании денег. И у вас есть, опять же, привычка, как вы привыкли это делать. И у вас есть люди, с которыми вы взаимодействуете. Часто я сейчас про тех людей, с кем вы часто взаимодействуете. И вы, например, прекрасно знаете причину-следственную связь. Если вы, например, не позвоните своему ребенку и не напомните ему, что нужно сделать домашку, а у него есть паттерн, что если мама или папа не позвонил, то домашку делать не надо. То есть у него паттерн идет таким ключом. Есть звонок – сделал. Нет звонка – не сделал. Нажми на кнопку – получишь результат. И вы будете даже ругаться, например, ну сколько можно повторять, ну как же так, ну мы же, я же тебе уже сто раз напоминаю, ну это же твоя работа и так далее. А у ребенка уже сформировалась привычка, что если мама или папа не позвонили, значит, может сегодня выходной или еще что-то, значит домашку делать не буду. И представьте то же самое это на работе. Когда у нас есть, и у наших руководителей, и у наших сотрудников тоже есть паттерны, и они выстроили с вами взаимоотношения как раз на базе этих паттернов. То есть они просто пронаблюдали, то есть как распознать их. На самом деле паттерны, они очень легко идут в наблюдении, то есть мы их видим. А если ребенок просто любит учиться, ему не надо звонить вообще, прекрасно, Ольга. Это я сейчас говорю о том, что если вы не можете добиться результата без этого звонка, то есть ребенок не хочет, и он делает только из-под палки, потому что вы сформировали этот паттерн. Если есть палка, вы позвонили. То же самое на работе, понимаете. Есть люди, которые замотивированы, и у них нет, им не нужна вот эта вот история про пику, про стимуляцию. То очень важно, что когда у кого-то, у каких-то людей эта пика нужна, потому что у них сформировано там с детства, что не пнешь, как это говорит, ешь птица гордая, не пнешь, не полетит. Вот, поэтому про распознавание. На самом деле их важно распознать в переговорном процессе. Конечно, с первой встречи, когда мы только первый раз, например, с человеком знакомимся, мгновенно, особенно если есть какой-то интерес свой, очень сильный, далеко не все переговорщики видят вот эти знаки от своего партнера по переговорам. Это, конечно, уже высокий уровень переговорщики, когда ты наблюдаешь. При этом, поверьте, какое ты удовольствие получаешь от того, когда ты заходишь в переговорный процесс, и ты видишь, что человек, например, он обычно это повторяет, паттерны видны и слышны, то есть они повторяют, как хороший, так и плохой. Например, на какой-то негатив человек начинает теребить ручку. Или когда ему задаешь открытые вопросы, то есть когда ему приходится думать, он всегда садится в закрытую позу, руками закрытую позу делает. Или когда, например, человек, ну вот я знаю, паттерн такой, не так давно с этим встретилась, хотя уже давно не встречалась, когда я поздоровалась. Я женщина, с обратной стороны в переговорном процессе был мужчина, и я поздоровалась за руку, то есть я протянула руку, вот как обычно рукопожатие идет, и он не знал, что с ней делать. И я попала в паттерн, что женщина не здоровается, ну то есть вот прям сразу же попала в него, и потом у меня этот мой партнер по переговорам 10 минут не мог никак войти в нормальное состояние и задавал мне вопрос, а вы, говорит, всегда так делаете? Я даже не сразу поняла, что он имеет в виду. То есть его выбило, потому что я пошла каким-то другим способом, не так, как он привык. И их правда и видно и слышно, это, может быть, люди одно и то же говорят, это, может быть, какие-то действия, может быть, какие-то слова. Знаете, чудненько, чудненько, чудненько. И вот какие они бывают, эти паттерны? Смотрите, в переговорном процессе специально я вам даже такую картинку веселенькую нашла. Это может быть постоянно недовольство. То есть вот чтобы человеку не сказал, он, ой, это вот так-то плохо, ой, это вот так-то, вот тиграм в клетке мясо не додавали, ему постоянно что-то не нравится. Или человек привык вообще любые переговоры вести и сразу выводить это на ссоры. Тоже у меня, к сожалению, я на прошлой неделе, как-то у меня много было переговоров разных, и я как раз встретила в самом начале, знаете, такой паттерн лучшей защиты – это нападение. Когда человек со мной еще не коммуницировал, он коммуницировал с моими коллегами, но первое, что он сделал в переговорном процессе, это был через Zoom переговоры, первая же идея была «Здравствуйте, вы вообще понимаете, вот я хочу, чтобы…» Ну, из такой претензии, причем я первый раз ее вижу, слышу и еще даже не понимаю, какие там претензии высказываются, а претензии высказываются, как будто бы я с ней уже переговоры веду, не знаю, там, третий раз и вот что-то не выполняю. То есть с позиции такого наезда, я бы сказала, да, то есть вот прям человек идет, и сразу же недовольство, и уже вот выходит на споры. И логично, что я потом посмотрела, как этот человек вел себя в дальнейших переговорах, увидела, что успокаивается она в моменте, когда ее партнер по переговорам не ругает ее. То есть человек очень сильно боится, видимо, обратной связи негативной и нападает на своих партнеров по переговорам, дабы показать свою правоту. И это прям сильно видно, это неприятно, безусловно, но как есть. Итак, бывает высмеивание, бывают люди с таком сарказмом, это тоже вот что бы ни говорил, всегда человек с этим сарказмом что-то говорит в ответ. Могут люди обижаться или есть, ну, вообще там унижение и такое есть. А бывает паттерн – это поддержка, то есть когда, ну, это более приятная история, да, когда даже, когда одна сторона в переговорном процессе что-то там подзабыла или что-то случилось, говорит, да не переживайте, ну, сейчас все пройдет, и это пройдет, да, и сейчас мы тут разберемся, не переживайте. Кто-то уходит вообще в защиту глухую и сразу говорит, это не я, это там вот то-то-то-то-то. Да, то есть это такие великолепные люди, которые умеют выстраивать целые стратегии защиты, и это тоже паттерн. Ну и, конечно, это манипуляция, потому что львиная доля, сразу скажу, людей в переговорном процессе у нас в России манипулируют. Наверное, 50 на 50, конечно, я социальные эксперименты такие не делала, но где-то 50 на 50 – это манипуляторы, которые неосознанные. То есть это те люди, которые манипулируют как раз исходя из паттернов, он так привык. А почему это работает? Почему человек продолжает так? Потому что там есть определенные выгоды, сейчас разберемся тоже в этом. И вот посмотрите, вот эта картинка, да, вот четыре типовых, то есть ситуация одна, есть два человека, один из них садится на шляпу, да, то есть один уходит в негатив, в такой крик, да, да, сейчас, Алексей, сейчас разберемся, в крик. Второй вариант – это такой философия некая, да, ну ладно, надену шляпу, пусть она будет вот такой. Третий там вариант по горизонтали – это прям совсем страх-страх, трагедия-трагедия, что же теперь я буду делать без этой шляпы. Четвертый вариант – это перевести на юмор, посмотри, какая классная штука получилась. Ну, то есть люди все разные, и, естественно, реакция будет на одно и то же разная, потому что у разной паттерны. Кто как относится к какому-то негативу, вот вам эта шляпа. Вот напишите мне сейчас по цифрам, вот как если бы рассматривать ваши паттерны, вот ваше поведение, давайте представим, вы садитесь в метро, положили свою чудесную шляпку, там, не знаю, ноутбук, давайте что-нибудь по цене, но хотя шляпа тоже может дорого стоить. И вот у вас сверху – это первый вариант, второй, третий, четвертый. Вот не как бы вы хотели, а как вы реально будете поступать. Про что это будет, да? У кого-то это будет крик, а ну-ка пойдем, выйдем. Пойдем, выйдем, сейчас разберемся, ты мне тут всю шляпу истоптал, я вообще насел на мой ноутбук. Кто-то на юмор. А вот давайте по-честному, потому что это правда. Я вот сейчас сижу, смотрю на эти картинки, думаю, как бы я сама поступила. Ну, честно могу сказать, я достаточно долгое время была очень жестким переговорщиком, меня ценили как раз в компаниях, у меня за плечами и опыт транснациональных компаний, работа и какие-то вещи мне достаточно легко было решать первым вариантом. Сразу скажу, что я умышленно получала психологическое образование для того, чтобы уйти от этого паттерна. Это к вопросу о том, что нужно ли, нужно ли. Да, показывается, слайды показываются. Наталья, не знаю, не надо ничего включать, оно автоматически показывается. Да, вот. И потому что, смотрите, если это приносит вред, ну, например, если мы идем первым вариантом паттерна, да, вот таким на агрессию, да, если на нас вдруг тот что-то покусился на наше право, мы агрессируем, на самом деле очень сильная стратегия, но и привычка такая, она дает тебе постоянно, что ты работаешь только в этой привычке, ты становишься предсказуемой, тобой легко манипулировать. Коллеги, вот тут очень важный такой момент, что когда твои паттерны считают, а если он есть, значит, это легко считать, тобой легко манипулировать. К вопросу об этике и применении. То есть, если ты слишком такой квадратно-гнездовой, то есть тебе легко в переговорах считать, потому что ты делаешь одно и то же, вами будут манипулировать. Поэтому с точки зрения переговоров паттерны иметь, ну, такой спорный момент, там есть тоже плюсы и минусы, больше про минусы. Если говорить про какой-то юмор, да, тоже надо смотреть, если это какая-то домашняя ситуация, как я вам сказала, там в метро кто-то сел, может быть, и там, ну, цена вопроса не такая, ну, можно посмеяться. А если это прям реально переговорный процесс, и на вашу территорию кто-то зашел, да, или нарушает какие-то контрактные основы, ну, не всегда же пошутить можешь. То есть, тут тоже в формате, в формате, каким образом мы будем на это реагировать. Суд охраны, никаких скандалов, да. Итак, и если говорить, на вариант может повлиять некий человек, да, я сейчас просто пытаюсь прочитать все, что вы мне сказали. Да, да, Лариса, и это в том числе. И вот я сейчас такую прям, может быть, крамолу, может, для кого-то это будет откровением, но вот сейчас у вас на экране это частые типы паттернов, которые есть в переговорном процессе. Это разговоры о собственных успехах, достижениях. То есть ты приходишь в переговорный процесс, а тебе иллюстрирует, что вот, какой я, я вот такой, вот такой, я вот такой, ну, то есть вот постоянно такая хвалебная ода. И, в общем-то, очень важный момент, что это, опять же, про себя все. Дальше бывают разговоры-жалобы, которые сваливаются в формат, что у него там что-то не получилось. И, опять же, говорящий, как называется, упивается жалостью к себе и старается вызвать такую же реакцию собеседника, привлекая тем самым на свою сторону. Есть такие жалобщики, тут очень большой риск, смотрите, с жалобщиками, если кто-то работал, поставьте плюсики, кто с жалобщиками работал, вот были у вас, что переговоры начинаются, и сразу пути-пусти-пусти, вот я там то-то, то-то, то-то. Ну, на работе, мне кажется, их полно. Вот сотрудники жалуются своему руководителю, что там вот кто-то виноват, Петя виноват, еще кто-нибудь виноват. Вот самое интересное, что за этими жалобами стоит треугольник Карпмана, это манипуляции, из которых не так просто выйти на самом деле, и ты превращаешься, когда около тебя такой жалобщик, либо ты начинаешь его спасать в спасателе, либо ты начинаешь, походишь как раз на агрессора, то есть человек, который, да, елки-маталки, ну что у тебя, 33 причины, то у них труба затопила, там прорвалась, то еще что-нибудь, ну то есть реально это уже начинает раздражать. При этом все равно человек, даже жалобщик, он привлекает к себе внимание. Да, вот он как-то вот таким вот через минус привлекает, но привлекает к себе внимание. Бывают паттерны, когда разговор, ну в принципе, о другом позитивном ключе, при этом, опять же, на себя, это перетяжка на себя, когда человек не все умеют хвалить, и поэтому у некоторых выглядит это таким образом, что я посмотри какой, и ты начинаешь думать, ну надо же, вот меня всегда восхищали люди, которые умеют давать обратную связь, такую позитивную другим людям, у нас просто их мало, мы обычно даем обратную связь, что себе, что другим, так, вот тут не так, вот тут не эдак, вот тут вообще все плохо. И когда такой человек умеет давать, но так или иначе, это человек, который, ну например, представьте, когда, давайте так, человек, который оценивает, просто пытаюсь вспомнить, как это назвать, оценивает, когда дает какую-то обратную связь, аля эксперт в чем-то, причем не факт, что он там эксперт, но он дает экспертизу какому-то известному человеку. А, вот сейчас придумаю, какой пример вам привести. Недавно смотрела, мне показывали, ну мне там для бизнесовых нужд нужно было, я смотрела рекламный ролик, как один косметолог дает такую сравнительную экспертизу, что сделала с собой Бузова. Ну, теперь Бузову знают все. Нравится она вам там или не нравится, без разницы, да? Ну, Бузову знают все. И когда неизвестный косметолог берет на своей страничке и делает в позитивном ключе, ну, Бузова там до и после, знаете, старую и новую фотографию взяли, явно там Бузова сейчас выглядит как-то посимпатичнее. Вот, и что она делает? Она дает оценку, что сделала там с лицом Бузова, какие она там процедуры колет. И при этом получается, что мы больше начинаем доверять конкретно этому косметологу. Хотя это не этот косметолог, то есть она не хвалится своей работой, почувствуйте разницу. Это не то, что она берет и говорит, вот это моя работа, да, вот до, вот после. А здесь было присоединение, это манипулятивный прием, к какому-то известному лицу и дали ему позитивную обратную связь. Поэтому вот эта причастность к значимым другим. Услышьте сейчас, потому что для некоторых, возможно, именно такие манипуляции, они будут более этичными в использовании, потому что это один из способов, да. Ну, или когда бывает разговор о другом негативном ключе с позиции жалости, что там бедняжка, бедняжка, как он не старался, ничего не получилось. Или, ой, ну или про компанию, ой, мне ни разу не сделали так, как я хотел, вот какие они там бедняжки. Ну вот, и вот смотрите, вот в большинстве случаев целью коммуникации является презентация себя как значимой персоны. Я больше, я сильнее, там симпатичнее, еще что-то, да, там каждый про свое. И по сути вот это вот взаимодействие первого и второго принципа фактически зеркально отражает контакты по принципам третьей и четвертым. Человек видит прежде всего себя, и этот процесс можно пресечь только сознательным рациональным усилием, то есть иначе вы туда попадете, потому что любой человек изначально фиксирован на себе. И это для переговорщика, потому что вы сами можете попадать в эту ситуацию, да, Наталья пишет, узнаю себя в третьем типе. Коллеги, это не хорошо, не плохо, это просто те паттерны, которые мы используем. Ну вот, ну реально используем. Кто-то больше, кто-то меньше. И вообще, в принципе, любой человек изначально фиксирован на себе, да, и что получается? Когда мы только сфокусированы на себе, мы плохо слышим другого, а в переговорном процессе нам нужно учиться и слышать реально другого, потому что с его стороны там может быть ровно то же самое, коллеги. Ну то есть вот я вам говорю сейчас частые типы паттернов, но вы поймите, что с той стороны это вот ровно то же самое. И когда ты начинаешь это видеть у себя, сидишь такой улыбаешься, думаешь, что попался, да, а потом смотришь на другого, и это очень легко этим манипулировать. Ну то есть, ну правда, я иногда прям сижу, думаю, господи, какие люди предсказуемые, правда, это все как раз благодаря тому, что есть вот эти паттерны. Итак, зачем они нам и в переговорном процессе? Тут есть плюсы. Во-первых, привычка вести как-то переговоры дает нам более предсказуемый результат, потому что если у тебя они постоянные, то ты реально понимаешь причину-следственную связь. То есть если там будет вести себя вот так-то, так-то, то я включу то-то, то-то, то-то. А если будет вот так, то, соответственно, я там скажу, все, я с тобой не работаю. То есть это более предсказуемый результат. Дальше. Это легкость достижения цели, потому что как только ты попадаешь к человеку, с которым тебе комфортно, то есть он попадает в твой стереотип, то переговоры идут очень быстро. Когда меня спрашивают, Лен, скажи, какие у тебя самые быстрые переговоры? Честно, самые быстрые переговоры были вот в прошлом месяце у меня. Они были в WhatsApp вообще ни разу. То есть меня порекомендовали человеку, это президент крупного банка, который мне написал в Инстаграме, что меня порекомендовали, можно ли мой контакт. Я ему скинула, соответственно, свой сотовый, думала, он будет звонить как-то. А он мне просто на WhatsApp наговаривал. Ну вот разговор этот записывал, там, тра-та-та-та-та-та. То есть не спрашивал вообще ничего. Ой, ну, видимо, про меня как-то хорошо рассказали. И он только сделал, обозначил свою проблему. Я ему ответила, что ок, я могу ее решить. Он говорит, окей, тогда завтра приступаем. Это были самые короткие переговоры. Я не видела этого человека. Мы заключили договор почти вслепую. Ни я его, ни он меня не видел. И все сделали достаточно быстро. Ну, то есть, потому что у меня очень сильный паттерн в бизнесе, именно это сарафан. Ну, то есть я знаю, что те, кто меня рекомендует, они говорят то, что именно им понравилось, и как следствие это срабатывает. То есть это паттерн, когда мне говорят, что меня порекомендовали. Я знаю, уже знаю 100%, что эти переговоры будут очень короткими, и они очень хорошо закончатся. То есть, по сути, там даже нет переговоров. Это просто такая серия вопросов-ответов, разобраться, что же именно им нужно, и как я там могу помочь. Все. Спасибо, Ольга. Не сразу все это, господи, я сейчас тоже дорабатываю. Не думайте, что есть какой-то гуру, который сидит и во всех ситуациях находит выходы. У меня тоже бывает, когда сижу, думаю, боже, а что ж так, какой следующий шаг-то делать? Кстати, кто придет на фиктивные переговоры, вот в субботу, у нас там будет практика, я вами буду там манипулировать. Ну вот уж простите, но мне хочется, чтобы это прочувствовали на себе и понимали, почему вот на себе прям ощутили, сделали вот эту рефлексию, где я вас поймала. Вот прям реально там, ну, вот ты пока сам не попадешь в эту ловушку, думаешь, о, боже, это же все просто было, но почему я так сработала? Потому что я буду бить на ваши паттерны. Но еще из плюсов, это не надо готовиться к переговорам, ну, потому что, если что, у тебя есть привычка, и можно с кондачка тоже о чем-то договориться. Конечно, есть минусы. Это будут использовать просто в росте тебя. То есть хороший другой, с другой стороны переговорщик, он паттерны заметит, и он будет тебя переводить туда, куда тебе, куда нужно. Он будет понимать, что ты находишься вот в этой позиции, и как тебя перевести в другую, что является противодействием. Ты не управляешь переговорами осознанно, я говорю, тело твое работает на автомате, если вдруг что-то новое, то это тебя в тупик заведет. Ну, и если форс-мажор, потеряешь нить переговоров. Ну, я сейчас как пример, ладно, давайте поделюсь, небольшой такой пример. Только, пожалуйста, к вас 36 человек, чтобы не делились это везде. Вот даже кто в записи, будет потом смотреть. Ну, как пример, например, когда уже переговоры такие сильно ожесточенные, когда люди теряют нить вот этого разговора, и когда начинают переходить там на агрессию, например, на какой-то агрессивный стиль, то как вариант можно сделать что-то, что не ожидает никто. Я, например, разливая с собой, беру на переговорный процесс всегда полстакана воды вот в этом пластиковом стаканчике. Его в любой момент можно перевернуть, и это очень сильно сбивает всех, это помогает мне восстановить. Я знаю, какой паттерн будет, все будут бросаться, искать какие-то салфетки и вытирать эту воду. Это поведенческий паттерн. Поэтому фактически тут очень просто, достаточно как раз с этими людьми разговаривать. Ну, это как пример. Вот если бы у вас разлили, я разлила бы сейчас воду, вы бы тоже кинулись, бросились бы просто искать тряпочку, чтобы вытереть, особенно там рядом есть... Я даже в глаза смотрелись. Ольга, все вскакивают. Коньяк на переговоры, если разлить, я даже не знаю, какой. Слушайте, попробовать надо, Алексей, если коньяк разлить на переговорах, что будет? Я не знаю, какой паттерн. Я надеюсь, не будут облизывать со стола. Воду пытаются все вытереть. Итак, ну и участники переговоров будут считать тебя манипулятором, потому что важный такой момент, когда ты всегда, например, действуешь только по единому шаблону, по этому паттерну, и не сдвигаешься в сторону, то это всегда приводит к тому, что люди с тобой не очень хотят общаться, если только им не сильно от тебя что-то нужно. Так вот, как не поддаваться манипуляциям и управлять своими эмоциями? Ирина, где имеется информация по переговорам, во сколько стоимость? Сейчас чуть попозже расскажу. Есть на сайте специалист.ру. Коллеги, если у кого-то есть рядом ссылочка, киньте, пожалуйста, в чат, если вдруг там кто-то. А так я вам все кину еще, чуть попозже просто. Итак, во-первых, смотрите, все, что касается противодействия. 50% успеха – это их видеть вообще. Если вы не видите, что вами манипулируют, вы ничего не сделаете. Вот, ну как бы баста, все. Ты не видишь. Спасибо большое, Ольга. То есть ты просто их не видишь. А как можно бороться с врагом, если ты их не видишь? Поэтому сначала их нужно увидеть. Вот паттерны сейчас разбирала с вами, как раз для того, чтобы вы их увидели. Пожалуйста, начните наблюдать. Вот курсы, не курсы, просто начните наблюдать. Включите наблюдение, они на автомате. Вы едете в метро, все засунули эти наушники в уши, и все, мы не видим, не слышим ничего. А сядьте и сделайте себе цель. Хотя бы раз в неделю сидеть, и там полчаса или час, сколько вы там едете, наблюдать за людьми и наблюдать, у кого какие привычки, кто как готовится к выходу. Я, например, при, то есть паттерны есть и в управлении, и везде же, да, я вот, например, я понимаю, что мне будет этот Яндекс.Навигатор говорить, что, например, через километр тебе нужно там перестроиться в правый ряд, например, уже там направо. Я где-то у меня есть в голове паттерн, что не менее, как только я, вот километр у меня остается, я должна уже перестроиться. Я готовлюсь к повороту заранее. Муж у меня, наоборот, будет в крайней левой полосе ехать до тех пор, пока не останется 100 метров, и потом мы шесть полос обкада едем направо. То есть у каждого свои какие-то паттерны, поэтому наблюдайте. Ольга пишет, пробовала у меня очень пронзительный взгляд и выразительные светлые глаза, люди немного пугаются. Поэтому представила, Ольга, ну вы так это, не глаза в глаза, а то, да, люди могут и пугаться, поэтому, ну так, чуть-чуть, знаете, из-под тишка немножко понаблюдайте. Итак, что дальше мы можем сделать? Говорить об этом, то есть увидеть и потом говорить. Ну, например, эх, манипуляции. Ну, только гораздо эффективнее и продуктивнее вести переговоры как партнеры. Может, пойдем по более продуктивному пути. Ну, то есть не обвинять человека, ты чего манипулируешь, да, вот не про это, а просто реально взять и сказать об этом. Ну, вот вы видите, можете это назвать просто их манипуляцией, а можно сказать, я, например, ну, если это прям такой разговор на равнях, могу сказать, а скажи, пожалуйста, зачем ты сейчас манипулируешь? Или скажи, пожалуйста, а почему ты выбрал путь манипуляции, непрямого общения со мной? Ну, это может быть домашние какие-то вещи, да. Вот что стоит за этой манипуляцией? Можешь просто сказать. Или фраза, которая холодный ушат. А по какой причине ты сейчас со мной так разговариваешь? То есть первое противодействие – это сначала их увидеть, а потом, например, их просто озвучить. В удобной для вас форме. Я сейчас как пример привела, который для меня удобно, коллеги. То есть кто-то более стеснительный, да, и кому-то нужно. Сожалею, что так получается, я вижу, что ты мною манипулируешь, мне бы хотелось, конечно, более конструктивно. Да, мы можем помягче сказать, а можем более жестко, в зависимости от того, как мы привыкли. Да, поэтому вот здесь выберите для себя. Первое – увидели, дальше сказали об этом. Это уже история успеха. Дальше. Если говорить про противодействие, одна из очень сильных техник противодействия – это душка. В нашей стране это реально самое сильное и очень этичное. Это, ну, сегодня еще ишь про этику. Как мы можем на манипуляцию среагировать и как мы можем в обратную сторону. Коллеги, это как раз душка. Так называется стиль манипулятора. Потому что практически все мы недохвалены. Вот прям реально недохвалены. Мы в детстве нас, там, мама, папа недохвалили. Там, в взрослом состоянии редко кто дает конструктивную обратную связь, вечно все ругают, ругают. Поэтому это наши паттерны, потому что мы не ожидали, что нас будет вдруг кто-то хвалить. У меня вопрос, умеете ли вы делать комплименты. Вот я сейчас про в формате своему начальнику. Не его там вещам. Ой, какая у тебя хорошая блузка. Ну, бизнес-этикет вообще не принято, да, там, к вещам, особенно, там, коллеги, да. Ты пришел к начальнику и будешь говорить, какой у тебя прекрасный галстук. Конечно, если бы это были, ну, такие совсем дружеские отношения, конечно, мы можем там к одежде. А так-то, в общем-то, нет. Нужно давать эффективные комплименты. Да, я смотрю, Ольга, Алексей умеет. Супер. Остальные, видимо, нет. Вам нужно в этом тренироваться. Смотрите, какие они могут быть. Например, ой, лучше не лезть, Алла. Вот прям вообще это какая-то либо заготовка, либо действительно, когда хочется. Учитесь. Смотрите, дело в том, что перед дужкой тают все. Нам этого не хватает. Это манипулятивная кнопка, которая практически у всех есть. Вот практически. Я в переговорном процессе, ой, могу сказать, что везде она у меня срабатывала. Даже когда меня люди знают и знают меня как переговорщика, я говорю, ой, нет, в ответ мне даже говорит, Шульга, ой, лиса, ой, лиса, я говорю, боже, я даже не знаю, что с собой сделать. Вот я так вот люблю. Все вроде посмеялись, а она все равно сработала. Все равно срабатывает. Даже если этот человек видит. Итак, это может быть. Про какие-то действия с точки зрения эффективных комплиментов. Что, как человек делает. Например, что-то наблюдаем. И как он делает. И ты просто, господи, как это, божечки мои. Я мужу говорю, он меня сейчас, я надеюсь, не слышит. Я говорю, слушай, вот все, я думаю, ну почему все лучшие повара мира, это всегда мужчины. Как ты божественно готовишь мясо. Я же просто каждый раз боюсь, что я пальцы откушу себе. Как вы думаете, я замужем 26 лет, кто у нас готовит мясо? Конечно, да. Да. Он в обратную сторону тоже, конечно, мной манипулирует. Но это же, ну это такие, не навреди, так скажем, да. Посмотрит эту запись и услышит. Он не смотрит, он говорит, мне дома тебе хватает еще смотреть тебя. Итак, это может быть про мысли, когда человек что-то говорит, да, и такой мыслительный процесс, и ты тоже можешь этим восхититься. Может быть вкус его, может быть его какой-то личный опыт, да. Мы можем сказать, слушайте, я восторгаюсь вашим умением, так четко формулировать свои мысли. Посмотрите, какие тут слова. Услышьте, да, восторгаюсь, или я восхищаюсь вашим талантом, ну в чем-то, да, конкретика должна быть. Или, слушайте, я каждый раз, когда с вами общаюсь, я учусь, и вы для меня какой-то гуру. Гуру, да. Или у вас просто поразительная наблюдательность. Вы так четко подмечаете какие-то нюансы. Это просто про какой-то феномен, ну вот прям реально, научите как. Или там, я восхищен вашим умением разбираться в людях. Меня поражает широта вашего кругозора. Когда вы все успеваете, вы и там знаете, и там знаете, и там знаете. У меня как-то в обратную сторону мне пришел такой комплимент от слушателей, который подошел, говорит, Елена, я, говорит, сижу и пойму, говорит, вы чем только не занимались в жизни, говорит, только что в Афганистане не воевали. Я так смеялась, запомнила эту фразу, что я в Афганистане, я не воевала. Ну окей, все остальное я уже точно знаю. Когда и про кругозор, когда про доброту или порядочность, когда ты говоришь о том, что я всегда удивляюсь, как в одном человеке могут одновременно сочетаться выдающиеся умы и красота. Я смотрю, у вас там весело в чате, просмотреть глаза, обсуждал тему пристального взгляда с разным руководителем, часто слышал, что с ними в гляделки играют, на переговорах, то собеседник начинает вызывать чувство недоверия. На самом деле, смотрите, очень важный момент, в гляделки играть очень опасно. И вообще в переговорном процессе, буду на курсе, конечно, более подробно говорить, тут важно еще, где сядете, вообще запомните, переговоры никогда не ведутся друг напротив друга. Вот прям вообще. Поэтому все, что касается гляделки, поиграть как раз друг напротив друга, это очень большой риск, что вы, наоборот, в конфликт перейдете, а не договоритесь в этом. Ну или комплимент в форме вопросов. А как вам удается распознать, или там распознать лучшего сотрудника, если я HR даю, или как вам удается так располагать к себе людей, что они вам так доверяют? Знаете ли вы, что ваша улыбка обезоруживает людей? Ну как вариант, комплимент, вот вам останавливает меня доблестный ГИБДД. А у меня было время, я иногда вот просто делаю такой мастер-класс для себя, в первую очередь в комплиментах, потому что это обезоруживает. Ну как обычно ГИБДД просит документы, я ему даю документы, и смотрю на него таким восхищенным взглядом, но он же стоит, а ты же сидишь за рулем. Я говорю, о боже, ну почему так природа создала? Вот тут красишь эти ресницы, клеишь их там, кучу заморочек с этими ресницами, чтобы они пушистыми там выгляделы. А вот вам, мужчине, бог дал такие ресницы, боже, зачем так? Это ж несправедливо. Он не выдержал, начал улыбаться, отдает мне документы. Это говорит, вы что ли психолог? Я говорю, что ли психолог? Ну то есть на самом деле он, наверное, и прочитать-то не смог, что там в этих документах, потому что он не ожидал, что это будет комплимент. Ну понятно, он такой манипулятивный. У меня все было в порядке, я просто поиграла, просто поиграла. Поэтому попробуйте тоже поиграть. Когда мы можем вопросом, да, опять же, как вы смогли воспитать себе такую выдержку? Или, а вы знаете, что мне несказанно повезло познакомиться с таким удивительным человеком, как вы. Слушайте, на самом деле вот эти вещи, они все действительно очень-очень полезны. И я постаралась вам дать именно с точки зрения антиманипулятивных техник именно в первую очередь вот эту. Она очень сильная, она даст вам возможность действительно нивелировать многие манипуляции, которые вам заготовила вторая сторона. И если говорить про ваш вопрос, вижу, подскажите, куда садиться в конференц-зале или в переговорках, где стоят столы, два стула друг напротив друга. Смотрите, все переговорные позиции с точки зрения физического состояния, то это должен быть стол овальный либо круглый. И вы садитесь всегда на угол 90 градусов. И тут еще будет иметь значение, правша вы или левша, потому что нужно садиться так, чтобы ты своей рабочей рукой в случае написания там на какой-нибудь бумажке просто не закрывал то, что ты пишешь. Вот, это важно. И, конечно, 90 градусов, это как на приеме у терапевта, даст возможность зрительного контакта с одной стороны, но это не в лоб, не вот так вот друг напротив друга, потому что это позиция двух боксеров фактически. Они не ведут переговоры, эти два боксера, поэтому, конечно, важно, чтобы вы сидели правильно. Итак, давайте завершать. Здесь очень важный момент, что если говорить знание в практику, тип личности, очень много играет тип личности, безусловно, потому что это, опять же, тип личности, это привычка, это паттерны, о которых сегодня говорили, просто, как это сказать, не методологии, а типологии, да, типологии разных, что только нет, Господи. И MD, как он называется, забыла, слушайте, как называется, sorry. Майерс Брикс, вот, есть MBTI, да, спасибо большое, Алексей. И Майерс Брикс есть, и диск есть, типология, и есть сангвиники, холерики там и так далее, то есть это все как раз про паттерны, которые я говорил, их реально типологии много. Мы, конечно, все невозможно узнать. Чем больше вы знаете, это, конечно, хорошо, но важно начать их применять, потому что если вы не применяете, это все бесполезно. То есть в состоянии стресса, в состоянии, когда вами манипулируют, ребят, мы не можем вытащить это из головы, вот эти вот знания. Поэтому чаще всего, конечно, мы можем говорить про разные позиции, которые там случаются, но так или иначе, это будет все равно про паттерны. А ими легко управлять. То есть это к вопросу о том, что переговорщик должен быть гибкий. Если вы будете всегда только на одном коне скакать, вас очень быстро оттуда выбьют из седла, потому что наблюдая за вот этими привычками, знаете, как хороший игрок, например, у меня прошлое спортивное в том числе, и я хорошо даже с тренером сидели, и я наблюдала за тренировкой своих соперников. И я видела, где у них слабые места, я видела, на каком месте легкоатлетикой заниматься, на каком месте они выдыхаются, на каком месте даже мне соревноваться, потому что у меня свои сильные стороны, а у них свои сильные стороны, и также есть у каждого свои слабые стороны. В переговорном процессе надо уметь наблюдать, после чего там человек вскочил, тут не понравилось ему, да, так, а вот тут вот. То есть ты каждый раз, вроде как и в переговорном процессе, но ты можешь выйти за пределы, так скажем, переговорного процесса, отойти как будто бы в сторону, посмотреть, например, на это все со стороны. Да. Как при манипуляции участвуют жесты? Напрямую участвуют жесты, потому что, например, давление, ну если взять сейчас, представить руку ладонью вниз, и человек просто немножко как бы постукивает, даже не стучит прям, да, вот так вот, а просто прихлопывает этой ладонью по столу, на самом деле это уже давление. То есть он в этом плане вас успокаивает, возможно, и себя успокаивает, что тут все ок, и тут все, и тут успокойся, будет все хорошо. Ну то есть это такой покровительственный тон, покровительственный жест, простите, который, в общем-то, тоже манипуляцию пропускает. Да, да. Итак, коллеги, да, я могу еще, если есть какие-то вопросы, про типы личности, подвох в том, что с некоторыми типами играть в душку опасно. Если шеф-конструктор, то может это воспринять как слабость и перестать общаться, как ему нужны сильные личности, ну или что-то типа того. Слушайте, на самом деле их можно всегда перевести, и душку, оно не опасно, оно в формате, что он, да, будет воспринимать, например, что ты слабость какую-то проявляешь, с другой стороны, он просто расслабится, я расслаблю его рептильный мозг, а потом пойду бить его, соответственно, там, например, каким-то, ну вот я вам позиции сейчас в переговорах показываю, вы как здорово, те, кто ушли, они сейчас этого не увидят. Я не хотела вам это показывать, ну ладно, пусть будет. Например, такая типология, может быть, кто-то знаком, эгоист, альтруист и эксперт. Это просто легко очень увидеть эти позиции. Первая позиция эгоиста, она характерна тем, что человек принимает во внимание только свои цели, ценности обычно очень жесткие. Вторая, альтруист, наоборот, хорошо спрашивает, задает вопросы, хорошая подстройка, душка такой, да, может он это строить. А третья, это эксперт, такая, без эмоций, только анализ ситуации и какой-то там закон, порядок, регламенты и так далее. И вот какая лучшая из этих переговорных позиций? Вот какая? Напишите, первая, вторая или третья? Эгоист, альтруист или эксперт? Так, альтруист, эксперт. Третий, третий. Да, Дмитрий, совершенно верно, в зависимости от цели. Здесь нет такого, правильно или неправильно. Здесь вот реально будет зависеть от цели, потому что какая из них сильнее? Но на самом деле тут есть такое понятие, один бьет другого. То есть, во-первых, мы должны быть гибкими, где-то нам нужно быть эгоистом, где-то альтруистом, где-то экспертом. При этом важно понимать, что перевести, например, чтобы эгоиста перевести, например, хотя бы в русло третье, на позиции эксперта, мы не можем сразу его туда перевести. Мы его будем вести через альтруизм. Ну, например, сглаживать какие-то его острые точки. Ну, я сейчас как пример вам приведу. Смотрите, у вас сейчас есть на слайде. Он первую занимает такую позицию эгоиста, а мы берем вторую позицию и говорим подстроечку. Я вижу, что вам важно или для вас существенно то-то, 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 вы сказали то-то, то-то, и потом мы его переведем, соответственно, в, например, какие-то шаблоны в третью позицию. Мы выяснили, посмотрите, вот последнее, то есть начинаем с подстройки со второй, а переводим его в третью позицию, потому что мы выяснили, что для вас важно то-то, то-то, а теперь давайте посмотрим, что по этому поводу говорит деловая практика. Или там давайте посмотрим, что написано у нас в законодательстве. Вы не можете сразу бить вот этого эгоиста, сразу переходить в третью позицию. Это будет тяжело, это зачастую делается через вторую. Поэтому каждому переговорщику нужно быть, уметь нивелировать между вот этими, как вариант трех позиций, на самом деле их гораздо больше, это просто я вам как пример приведу. Итак, получение информации первым от переговорщика ценнее всего. Да, безусловно, конечно. И если говорить в особенности курса эффективные переговоры, Ольга, еще раз спасибо большое за ссылку. Это всего 16 часов, это 2 субботы. Старт у нас 4 сентября. Стоимость, ну прям честно, мне хочется еще добавить как минимум единичку в начале. Ну, как есть, демпингует, видимо, специалист-ценник. Ну, правда, потому что то, что есть на курсе, оно стоит гораздо дороже, потому что это не совсем там книжный вариант, это те практики, которые я и в своей жизни применяю. Какие-то они рабочие, какие-то, говорю, ребят, ну тут вот прям не совсем рабочие. Да, конечно, 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 манипуляция, а куда же деваться без нее. Хотя, если вы посмотрите на ценник, то вы увидите, что это не манипуляция, а правда. Вот, поэтому в формате комплекса она тоже есть, и есть разные форматы очного, и по вебинару, тут уже как хотите. Все контакты есть на экране. И, наверное, мне бы хотелось понять, что у вас осталось в рамках этого занятия. Мы чуть-чуть больше времени, правда, потратили на это. Но была бы благодарна хоть по одному слову, если напишите, что дало это вам в практическом применении. Снять излишнюю напряженность, накал, снять его в стакан воды. Ну, приходите на наш тренинг, там будут делиться еще всякими лайфхаками, которые тоже применимы. Спасибо вам, спасибо. Так, выключаю запись. Спасибо.